В Бресте пришла международная патриотическая акция под названием «Марш мира», посвященная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Организатором мероприятия выступило Курское областное отделение Российского фонда мира, которое собрало участников из России и Беларуси. Цель мероприятия – сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, познакомиться с культурой и традициями Беларуси, обменяться опытом миротворческой работы и расширить сотрудничество с представителями разных регионов. Особенность нынешнего марша в том, что он проводится в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому я как вижу, что основные силы направлены именно на поездку в Беларусь. Мы сегодня уже шестые, шестой областной центр, который принимает участников международного этапа 34-го марша мира. Сегодня будет подписано соглашение между школой нашей, учебным заведением, гимназией номер 2, и Курской школой номер 62. Это только соглашение, все впереди. Поэтому мы еще пригласили сюда представителей отдела по образованию Брестского района, заместителя начальника, заместителя председателя Брестского райисполкома. Для того, чтобы, если кто-то желает из Курской области установить такие отношения с сельскими школами, он сегодня может договориться, и в перспективе мы тоже можем подписать такое соглашение. А даже и без соглашения. Отношения мы можем дружить, мы можем сотрудничать. Вот нас это ни к чему сегодня не обязывает, если есть у нас желание. Марш продлится шесть дней, во время которых участники преодолеют маршрут длиной более трех тысяч километров, проходя через все областные города Беларуси и подписывая соглашение о сотрудничестве наших школ. Прежде всего разрешите мне от всей нашей делегации сердечно и радушно поблагодарить белорусскую сторону за теплоту приема, за теплоту ваших сердец и за то радушие и гостеприимство, которым мы окружены буквально с первых минут пребывания на белорусской земле. Как уже было сказано, марш мира – это традиционное мероприятие нашего регионального отделения, основная задача которой – передача эстафеты поколения, исторической памяти. Не случайно, что в делегации нашей находятся в основном общественные деятели, учителя, воспитатели детских садов, те люди, которые непосредственно отношение имеют к воспитанию подрастающего поколения. И вот с первых минут, когда мы пересели границу Российской Федерации и Белоруссии, на Витебской земле, мы ощутили теплоту ваших сердец. Поэтому за нашими плечами Витебск, Минск, посещение уникального места, Хатынь и Гродно. И сегодня приехали в Брестскую область и посетили самое святое место на вашей земле – это Брестскую крепость. В Бресте церемония подписания соглашения прошла в торжественной обстановке, на которой обе стороны выразили надежду на плодотворное сотрудничество и активное взаимодействие. А обмен опытом и знанием между коллективами образовательных учреждений позволит эффективно применять современные методы обучения, а также обогатит образовательный процесс новыми идеями и подходами. Подписание данного соглашения отражает стремление к школу, дальнейшему улучшению качества образования. Сегодня состоялось подписание соглашения между государственным учреждением образования гимназия номер 2 города Бреста и школой номер 62 города Курска. Данное соглашение направлено на формирование дружеских отношений между учащимися гимназией и учащимися школой города Курска. Мы планируем совместное проведение различных олимпиад, конкурсов, различных мероприятий воспитательного характера и очень надеемся на то, что наше сотрудничество будет очень тесным. Данное соглашение станет стартовой точкой для многих проектов, направленных на совместное развитие и сотрудничество наших школ в различных регионах. Анастасия Панасюк, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.